ПОСТ Не прибавляя при этом ни глубины молитвы, ни осознанию пути ко Христу. И прожив без духовного напряжения это время, можно ни на шаг не приблизиться к той тайне, которая открывается нам именно во дни Великого Поста, когда к каждому из нас на самом деле приближается Христос. И потому так важно углубить пост и самим приблизиться ко Христу, не только чтением Священного Писания, Псалтыри, молитв, не только частым посещением богослужений. К нему можно приблизиться, приобщившись к самому главному, что есть во Христе, к его любви, его причастности к страданию и судьбе каждого человека, чтобы тайна Христового Воплощения становилась в течение поста нашим живым знанием. Но как осваивать эти уроки? У кого спрашивать совета? Кого выбрать примером для подражания? Наверное, это могут быть те, чья жизнь именуется равноангельской, а еще внутренней и сокровенной. О том, какие уроки монашествующие могут давать нам, мирянам, на время Великого Поста и не только, мы узнаем в нашей сегодняшней программе. Однажды Святейший Патриарх Алексей II сказал, «В монастырь не уходят, туда приходят». Как многое может проясниться из одной простой фразы? Уходить от чего-то, если речь идет о внутреннем мире человека, наверное, невозможно. Пока это что-то ты несешь в своей памяти, ты никуда от него не ушел. А вот путь к цели, к чему-то, как раз и предполагает, что эта цель может быть достигнута, к ней можно прийти. И для христианина такой целью всегда является Христос, отчего бы человек не начинал свой путь. Куда ему идти всегда ясно – к Спасителю, а значит и к спасению. И в монашество идут те люди, которые всем своим существом стремятся к Богу. «Но мы же не монахи», – скажет кто-то. «Да, но значит ли это, что у нас не должно быть желания следовать за Христом, быть христианами? Ведь все свои заповеди Господь говорил без разделения на мужчин и женщин, стариков и детей, монашествующих и мирян. Он просто обращался к каждому из нас с призывом изменить свою жизнь. И особенно проникновенно звучит этот призыв во дни Великого Поста. Но вот желание откликнуться на Него, как и решимости и готовности последовать Ему, мы порой в себе не обнаруживаем. И потому все предписания Поста выполняются будто бы по принуждению. Просто так надо. А что же делать, чтобы возогреть в себе такое желание, чтобы Великий Пост стал нашей духовной жизнью не только временем внешних предписаний, но и внутренней потребностью? Ну, здесь, вы знаете, нужно говорить вообще об отношении внешнего и внутреннего церковной жизни и вообще, так скажем, в работе духовной. Потому что это действительно есть люди талантливые духовно. То есть есть люди, у которых, собственно говоря, вот и молитвенное обращение к Богу, оно живо, у которых и сердце живо. Которые даже чисты вот в том, как они, в общем-то, жили, воспитывались, вот как преподобный Серафим. Есть люди, которые в церковную жизнь приходят иным образом. Есть люди, которые просто живут мирской жизнью, и в церковь приходят, ну, по желанию как бы некого нравственного начала. Не по некому такому вот глубокому внутреннему движению. Есть люди, которые попадают в церковь и в храм Божий после глубоких каких-то катастроф жизненных скорбей. Естественно, разные вот эти вот пути, то есть когда человек приходит по любви, когда человек приходит, допустим, по рассуждению, когда человек приходит в результате вот прямого действия Божьего скорбного по болезни, по трагедии какой-то. Эти пути прихода в церковь, они, естественно, человек по-разному как бы располагают в отношении к Богу. Но перспектива, она одна. В любом случае нужно понимать, что если нет действительно желания, то церковь, она дана и предлагает средства для всех людей, в разном чину находящихся, в разном отношении пребывающих, на разных, ну, если можно сказать так, этапах вот этого пути духовного. Поэтому высший, конечно, путь – это путь на любви. Люди по-разному могут смотреть на свои отношения с Богом. И принято говорить о трех разных ступенях, которые определяют готовность и желание человека следовать за Христом. Это отношения раба, отношения слуги и отношения сына. Раб боится своего господина. Так и человек в этом состоянии лишь боится кары Божьей и исполняет его заповеди и страха. Слуга работает на господина за плату, и на него похож человек, исполняющий заповеди в надежде получить награду. Он отказывается от земных наслаждений ради того, чтобы там, на небе, получить несравненно больше, а главное – законно. А вот отношения человека, которые видят в Боге Отца и желают быть его нареченным сыном, можно выразить словами одного святого. Господи, с тобой мне и в аду хорошо будет, а без тебя и в раю плохо. Вот это идеал, собственно, усыновления. Это никогда не могущая исполниться степень совершенного единения с Богом, но которая уходит в эту бесконечную перспективу вечного блаженства Царства Небесного. И не исчерпать никогда это. Вот это вот и есть усыновление, собственно говоря. Это то, что и должно быть идеалом христианским, и то, что нас, собственно, ожидает отчаяние наш, свет Божий. Но ведь мы одновременно рабы Божии, поэтому вот эта вот, как бы сказать, жизнь высокая, духовная, к ней человек приготовляется совершенно определенными правилами жизненными. И вот правила поста, они даже, ну, они, казалось бы, если и кажутся там внешними, то и если нет, как бы сказать, искреннего желания их воспринять, то здесь следует отнестись к этому как к послушанию Богу, то есть как к послушанию церковному. Послушание и смирение есть основа духовной жизни, основа спасения всех христиан. Те, кто принимают монашеское звание, принимают соответствующие обеты – послушание, нестяжание, целомудрие. И если послушание, как христианское добродетель, означает добровольное отсечение своей воли перед Богом и перед всяким человеком, то монашеское послушание – это вслушивание волю Божью, его замысел о человеке, и оно проникнуто безграничным доверием ко Господу, стремлением быть во всем покорным Ему. Многие беды человека происходят от его желания все делать по-своему, а монах должен с благодарностью принимать все таким, как оно есть, и учиться с одинаковой радостью получать из руки Божьей как утешение, так и скорбь, как здоровье, так и болезнь, как добрых людей, так и злых. И если он действительно проходит эти уроки, то приобретает особый, ничем не возмущаемый внутренний мир, непрестанную радость о Боге, которую не могут омрачить никакие внешние обстоятельства. Глубокий след в истории церкви своим выдающимся примером монашеского послушания и смирения оставил преподобный Иоанн Дамаскин. Однажды его духовник ради испытания поручил Иоанну сплести корзины и отнести их в Дамаск на продажу. Но цену корзинам старец определил очень высокую, чтобы испытать и послушание, и смирение, и терпение своего ученика. Тот молча поклонился старцу, взял корзины и отправился в путь. Когда на рынке он называл цену своего товара, покупатели смеялись над ним, ругали его, называя безумцем. Целый день простоял Иоанн на рынке посмешищем. Но Бог не оставил своего терпеливого слугу. Один гражданин, проходя мимо послушника, узнал в нем прежнего вельможу, первого царского министра, у которого сам когда-то был на службе. Узнал его Иоанн. Но в разговор оба вступили как незнакомцы. И когда продавец назвал цену за корзины, то покупатель взял весь товар, помня то добро, которое святой когда-то сделал для него. В житии говорится, ликуя, как победитель, вернулся Иоанн в монастырь, обрадовав своего старца невыручкой, послушанием. И, соответственно, Великий пост, мы должны прежде всего понять, для чего нам нужно все это, что там предложено. Великий пост есть время при уготовлении к восприятию самого великого таинства, таинства воскресения Христова, то есть явления воскресшего Спасителя. И когда мы говорим о состоянии Церкви, о том, как бы сказать, чаемом над Царствием Божием, то для нас откровение Царствия Божия, это очевидно для всех людей православных, как бы мы ни говорили, в пасхальной радости. То есть когда говоришь о Пасхе, то всем понятно, что это такое. То есть когда действительно мы освобождаемся от этой власти мира, мы освобождаемся от власти греха, когда мы все понимаем, и нам дается вот это чувство духовного единства, великой радости о воскресшем Спасителе. А радость-то о чем? Что вот мы-то на самом деле-то причастны этому, что мы со Христом все вместе. Есть явление как бы такого единства церковного в Великом празднике Пасхи, но совершенно очевидно, это тоже опыт, что этого не будет, если не будет Страстной Седмицы, со всей глубиной погружения в страсти Христова. Пасхи не будет, если ты не прожил все это при уготовлении, все это сорокадневное постепенное при уготовлении. Наконец, вот это вот торжествующее шествие Страстной Седмицы, я бы так даже сказал. Митрополит Сурожский Антоний говорил, что дни Страстной Седмицы особо для нас тяжелы, когда мы, вспоминая страсти Христовы, будем подолгу молиться, выстаивая продолжительные службы. И многие усомнятся, а стоит ли на них ходить, когда тело устало, когда мысли разлетаются, когда нет внутренней собранности и настоящего участия в том, что происходит. И Владыка Антоний предлагает вспомнить нам, что было в дни страстей Христовых в Иерусалиме. Сколько было там людей, желавших вырваться из ужаса, из томленности этих дней. Как разрывалось сердце у тех, кто был близок ко Христу. Как истощались их силы телесные, душевные в течение этих страшных дней. Как им, вероятно, хотелось убежать из них и быть свободными от гнева, страха, ужаса, нависшими над Иерусалимом. Но жизнь никуда не давала уйти. Никуда не могла отойти от страстей своего сына Пречистая Богородица. Никуда не могли укрыться от своего ужаса ученики Христовы, даже в те минуты, когда страх побеждал их, и они пытались спрятаться от гнева народного. Никуда не могли скрыться и забыть происходящее Никодим и Осип Ариамофейский, тайные ученики Христа и верные жены Мироносицы. Ужас обитал в их сердцах, но уйти было некуда. У тех, кто проживал в страсти Христовой в Иерусалиме, мешались мысли, холодело сердце, истощались силы, но они жили этим событием и проживали его. И когда мы вспомним это, то разве мы не найдем себе место в храме на Страстной Седмице? Ведь там будет происходить не мертвое воспоминание, а когда-то прошедшем. Там будет совершаться событие, которое находится в сердце наших дней, и на нем зиждется жизнь мира и наше собственное. А потому, призывает Владыка Антоний, будем ходить на эти службы и погружаться в то, что они нам предъявляют. Не надо стараться насильственно из себя выжимать какие-то чувства. Довольно просто смотреть, слушать, присутствовать. Пусть сами эти события ломают наши тела, души. И тогда, думая не о себе, а о Христе, о том, что происходит на самом деле, мы и достигнем той великой субботы, когда Христос упокоился во гробе, и на нас найдет покой. И когда ночью мы услышим весть о Воскресении, тогда мы тоже сможем вдруг ожить от этого страшного оцепенения, от умирания и смерти Христовой, которую мы хоть сколько-то приобщились в течение Страстной Седмицы. Ведь это же ждешь даже в эти Страстной Седмицы, понимаете? Потому что с вот этой таинственной осторожностью, когда все ступени евангельского действия тебе открываются, вплоть до этого великого таинства, Великой Субботы, когда в сокровенности, в глубочайшей тишине появляется свет Воскресшего Спасителя. Ну, это такая уникальная, конечно, совершенно служба Великой Субботы. На нее, кстати, вот я, может, отвлекусь, на нее, кстати, мало обращает иногда внимание, и даже бывает, что разделяет служение, хотя лучше служить, конечно, ночью целиком службу, вот как на Пасху. И когда говорят о Пасхе, то говорят именно вот о торжестве уже пасхальной заутренней, о всем там блистании, сиянии. А на самом деле, собственно, вот это движение Воскресения, оно совершается именно Великой Субботой. Там даже есть литургические совершенно ясные знаки этого, вплоть до смены одежды уже в богослужении Великой Субботы. Ну, потому что это настолько действительно всегда, это так, даже так скажу, так это интересно, глубоко, что всегда даже, если говоришь об этом, хочется еще раз об этом сказать, о богослужении Великой Субботы, потому что это действительно богослужение созерцания, я бы так сказал, и вот этого погружения, если человек приготовлен к этому движению Великого Поста, вот в откровении Воскресения Господня. Каждый раз очень радуешься тому, что Церковь Сквозь века смогла это все сохранить, несмотря на нашу вот уже такую действительно серьезную и принципиальную неготовность к этому. И что каждому новому поколению христиан строй литургический Великого Поста и вот это вот следующее за ним торжество Пасхи и Четыридесятницы, Пятидесятницы Великой, она тоже открывается. И тогда, когда мы понимаем, что такое вот значение Великого Поста, тогда у нас, в общем-то, появляется желание. Желание. И более того, даже, собственно говоря, что даже хочется Поста, уже даже так вот наступает время, когда думаешь, ну, скорее бы пост начался. Великий пост может дать человеку чувство новизны жизни. И не зря Церковь, называя пост временем духовного обновления, предлагает нам оглянуться на пройденный жизненный путь, проверить себя в свете заповедей Христовых. Все в эти дни направлено на то, чтобы каждый из нас принес покаяние, достойно подготовился к Великому Спасительному Торжеству, к Пасхе Христовой. И надо ли объяснять, что Пасха – это гораздо больше, чем один из церковных праздников, или чем ежегодное ознаменование и почитание прошлого события. Каждый, кто испытал хотя бы раз в жизни радость пасхальной ночи, ту радость, которая ярче солнечного дня, понимает это. Новая жизнь, две тысячи лет тому назад, посеявшая из гроба, была дана всем верующим во Христа. Она была дана каждому из нас в день нашего крещения, когда, как говорит апостол Павел, мы погреблись с Христом крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Таким образом, мы можем сказать, что Великие Посты – это время, даже когда и миряне могут на себя принять вот этот некий образ совершенного жительства, то есть образ жительства монашеского, для которого характерно, конечно, прежде всего воздержание, то есть сознательное воздержание. Ведь чем больше человек христианский образ на себя берет, тем он становится внимательней к тому, что с ним происходит, тем больше он руководится в своей жизни именно необходимостью исполнения воли Божьей, непосредственной, полной, того, что, в общем-то, Священное Писание называется хождением пред Богом. То есть, когда человек постоянно памятует о Боге, и это памятение, оно, в конце концов, должно руководить человеком всегда, то есть каждую секунду его жизни. Жизнь же в миру, она часто человека заставляет руководиться какими-то другими причинами, и даже вплоть до того, что человек внимание теряет, и, в общем-то, даже часто руководится именно какими-то сииминутными желаниями или вот какими-то направлениями вот мирского жительства, тем, что связано с непосредственной деятельности сегодня, сейчас. И точно так же ведь и страсти человеку, собственно, подступает тогда, когда он именно невнимателен. То есть, когда он не внимает себе, не внимает к тому, как текут его мысли, не внимает к тому, как происходит, собственно, в нем чувство, не внимает к тому, куда направлена воля, почему он делает те или иные вещи, собственно, тому, как организуется его жизнь вообще. И вот время Великого Поста – это как раз время, когда такого рода внимание, оно становится для нас, собственно говоря, обязательным. Великий Пост является тем особым временем, когда такое внимание становится для нас обязательным. Ведь на этот период прежний образ жизни православного человека должен существенно измениться, и чтобы наши чувства стали более глубокими и утонченными, Церковь предлагает нам провести над собой определенную духовную работу, сосредоточиться, собраться, уединиться в тишине храма, подальше от суеты и проэкзаменовать свою совесть. Мы живем в суетном мире. Для того, чтобы прочувствовать вновь то, что произошло 20 веков назад, Церковь и дает нам средства при уготовлении – пост. Он может и должен стать нашей духовной весной. И замечательно, что пост действительно совпадает с весной, когда сама природа пробуждается и воскрешается от зимней спячки, от холодного плена. Каждый, кто постится, тот переживает свою весну покаяния, свое внутреннее преображение. Потому начало всякого поста связано с преодолением нашей духовной лени и началом серьезных духовных трудов. То есть это время, когда размышления о Боге, исполнение именно, ну так скажем, религиозных обязанностей, оно становится в какой-то степени более преимущественным. И тем самым, вот монашеская жизнь, именно с вот этим воздержанием и вниманием, она становится к нам ближе. Именно как образец христианского жительства. Что выражается, собственно, и даже в конкретных формах воздержания. Воздержание в пище, прежде всего. И сейчас, можно сказать, пост даже, как-то даже модным, что ли, становится среди людей невоцерковленных. Потому что он начинает восприниматься на уровне такого полезного для организма очищения. Ну, все вот эти вот современные формы очищения, голодания, они начинают как-то ассоциироваться с постом. И, конечно же, следует совершенно ясно понимать, что воздержание в пище, оно имеет какую цель? Оно имеет цель телесного смирения. Потому что воздержание от мясной пищи, оно как бы иную энергию телу дает. Тело-то, оно становится, ну, даже то-то, практически, если человек не занимается телесным трудом, активным, то он мясо-то может даже не вкушать, если так вот разобраться. Конечно же, воздержание Великого Поста, оно не является воздержанием только от пищи. И преимущественно, конечно, это не воздержание от пищи, а прежде всего, воздержание от вот этих привычных для нас образов жизни, образов мышления. То есть, это время изменения. То есть, тогда, когда мы должны совершить вот этот труд испытания, труд вот того самого обновления, которым посвящено монашеское делание, труд вот этого воспитания нового человека, для нас мы в этот момент как бы вступаем вот в эту область особую, миряне, время Великого Поста. И, конечно, опыт монашества, он является бесценным и совершенно уникальным. и, ну, для меня лично даже, собственно говоря, вот я бы так как-то и не разделял разделение, оно, конечно, прежде всего, именно прагматическое, в смысле, вот действительно, духовной деятельности, что вот есть мирской образ жизни, для него свойственно это, есть монашеский образ жизни, но монашеский образ жизни, он, собственно, и есть христианский идеал. И поэтому для мирянина он никогда не закрыт, он всегда для него, собственно говоря, открыт и даже буквально в конкретной жизненной перспективе. Ведь недаром же, собственно, в благочестивом обычае русских людей, например, было принятие монашества тогда, вот уже в определенном возрасте, ну, скажем, в возрасте уже старческом, когда дети воспитаны, у них уже свои семьи, мирские обязанности все выполнены, и человек теперь может спокойно, собственно, себя отдать Богу, когда вот он все совершил, и этого люди чаяли, этого, собственно, хотели, вот этого более совершенного образа жизни. Кто из нас не знает имен преподобных Кирилла и Марии Радонежских, Петра и Февронии Муромских, благочестивых супругов, достойно проживших жизнь семейную и в конце ее принявших монашеский постриг, или имена доблестных воинов Александра Невского или Ильи Муромца, также в конце пути принявших монашество. Однако, среди сегодняшних христиан мнения на этот счет бывают самые противоречивые. Не все согласны с тем, что в старости можно или нужно уходить в монастырь, и на одном из православных форумов довелось встретиться с горячей дискуссией по этому поводу. Оказывается, такому явлению наши современники даже дали наименование клинического монашества, и потому нынешние православные жарко спорят на тему, чем же является монашество в старости, призывом Божьим или экспериментом человека с собственной биографией. Но ответ правильнее искать не в конкретной ситуации с нашими знакомыми, соседями, а в истории Церкви, чтобы хоть немного отстраниться от событий текущего дня и дать возможность не людям, а Божьему промыслу все расставить по своим местам. Именно потому Церковь не сразу после кончины причисляет и подвижников к лику святых. Ей, как столпу и утверждению истины, лишь спустя годы или столетия открывается, что некоторые из христиан угодили Богу своим святым житием, достигли вечного блаженства и предстательствуют за нас перед престолом Божиим. Об одном из таких подвижников нам и хотелось бы вспомнить в завершении этого разговора. 3 апреля Церковь чтит память преподобного Серафима Вырецкого. Знакомясь с его жизнью, поражаешься всему. И как хранил Господь своего избранника, и сколько тот имел дарования от Бога, и тому, что большая часть его жизни прошла в миру и была семейной. Василий Николаевич Муравьев был успешным предпринимателем, богатым человеком. Но когда пришло время испытаний, и в нашей стране к власти пришли безбожники, он все свое немалое состояние пожертвовал на нужды тех обителей, куда они с супругой ушли из мира. Он в Александро-Невскую лавру, а на Воскресенский Новодевичий монастырь. Монашеский постриг они приняли в один день, а через 10 лет Господь вновь соединил их, уже в Вырице, когда за тяжело больным старцем с химонахом Серафимом ухаживала его жена в прошлом, а теперь с химонахиня Серафима. Об этом святом Мирянине и монахе хочется вспоминать по многим причинам. И потому, что память его всегда приходится на время Великого Поста, и потому, что жил он совсем недавно, и те условия, в которых проходили его подвиги, нам близки и понятны, и потому, что его семейная жизнь до монашества и все его последующее иноческое бытие еще раз свидетельствует нам о том, что идеал христианской жизни один для всех. Свят, 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 если Боже, Богородицею помилуй нас.